так вот в том то и дело понимаете вот самое что интересное вот буквально последний ролик я сделал с пенсионером из одессы вы можете посмотреть моих последних роликов там ну я даже не спрашивал но явно видно что человеку там ну под 60 по 70 лет это точно ну на голова на нормально как говорится работает человек с пониманием ну так я еще раз и и хочу подчеркнуть что дело ведь не в возрасте а если человеку как говорится дать информацию правильно то он ее усвоит в любом возрасте а ведь практически ну я то поначалу делал ролики для себя для своих друзей а потом значит мне стали приходить люди значит один у меня рекордсмен тут ему между восьмидесяти и девяносто годами но абсолютно ясная голова да и человек такой что в это самое и вопросы толковой задает но в общем без проблемно так вот в том то и дело людям просто очевидно не хватало вот таких вот по типу видео уроков где скажем так ну по полочкам было бы все разложено один я так и написал что значит если бы там не ваши видео уроки ну то я бы на линуксы и не взглянул бы а так это ну что ну видеоролики все на показано рассказано и показано ну возьми да попробуй и многие и вот уже по прошествии значит вот я начал ролики делать где-то феврале я начала ли в январе 2015 года выпускать вот год прошел мне значит люди пишут что ну валентиныч приобщились к миру линукса довольно то есть этих виндосовских проблем уже говорится и забыли о них как о страшном сне то есть но люди поняли красоту и прелесть линукса и то что линукс они бывают разные и что каждый может подобрать по себе то что ему нравится на свой вкус и цвет и там рабочий стол и операционную систему но у людей ушел страх перед этим черным терминалом куда они боялись там команды вписывать ведь их нужно было запоминать а так из вишенки отчетом он взял скопировал вставил нажал интервью вперед но я не знаю жалеете вы или нет что вот решили ну вот для для меня это самое как говорится на важное и ценное почему потому что ну понятно значит существует основные на сборке на линукса это значит дзебиан что заинтересовало а сусе она значит на рпм пакетах но практически я по ней видеоролик делал в моих недавних видеороликов можете у меня там покопаться я просто что хочу сказать что ведь сами пакеты это что такое это способ скажем так упаковки необходимых программ в том формате который больше нравится пользователю я начинал с линукс минта там основные пакеты значит были дебяновские но и убунтовцевские но есть еще пакеты значит рпм мой еще какие-то мило даже вот уже из головы вылетела но дело в том что значит если поинтересоваться зато сети значит можно найти так называемые переходники которые преобразовывают пакеты допустим рпм в дебяновские а дебяновские в рпм есть такие программы поэтому вот вы в строке поиска допустим там на яндексе или на гугле вы наберите допустим преобразование пакетов рпм в дебиан или преобразование пакетов тебя в рпм посмотрите что у вас откинет какую информацию покопайтесь там я особенно не пола там не копался почему потому что в принципе меня как пользователя но линукс минт линукс минт очень устраивает да то есть все мои необходимые программы которые мне нужны ну как говорится нового линоксена всякое бывает и на а бывает и на и бывает просто ну вы ведь знаете у меня есть сайт на нем есть форум и на форуме пожалуйста зайдите зарегистрируйтесь задайте свой вопрос там очень дружелюбное сообщество на любите линукс и уж если у кого какая-то информация есть так они вам ее и скинут просто сократите себе время на поиски вы понимаете вот я никогда такой особой скажем любви к винде не видел а почему потому что они как они на товар продали и дальше как говорится учись плавать как можешь а в линуксе очень хорошее сообщество на причем по каждой операционной системе и по дебиану и по угунту и по минту и парч линуксу любая более или менее развитая как говорится линукс операционная система она имеет скажем своих сторонников те кто их поддерживает у них есть формы где они обмениваются информации на как что это очень увлекательная вещь потому что это общение и всегда можно значит получить вопросы если говорится не задавать глупые вопросы скажем так потому что бывают там такие как говорится пользователи которые просто любят оставлять комментарии под каждым комментарием но таких быстро как говорится да я говорю не о вас конкретно я просто говорю что бывает а если как говорится был хороший вопрос так ну так на него всегда и с удовольствием вам и ответят и помогут и поделятся потому что понимаете как ведь ситуации которые возникают вы допустим у вас вот сейчас конкретно у вас возникла проблема полинокс мин цинамон но все равно вы допустим я такое за за весь этот год я первый раз слышу значит вот такой вопрос а может вы можете скачать снова попробовать переставить а можете спросить на форме может у кого-то тоже была подобная ситуация и как человек с ней как говорится справлялся для того форму то и сделаны чтобы люди могли пообщаться обсудить проблемы это же очень большое дело вот а вы знаете что я очень даже удивился но скажем так категория людей пенсионного возраста у у меня очень большая и причем то люди здесь скажем так да не просто там новички а люди которые допустим сидели там на винде там по 10 по 20 лет вот и мы которые скажем так в компьютерах то кнопки нажимать умеют но но тем не менее им по каким-то причинам все таки вот понравился линукс да они почувствовали вот красоту этой системы и мне пишут многие что ну валентиночка говорится один не там он написал типа там вы мне там новый мир открыли господин но я считаю про себя только одно что это просто чудесное увлечение скажем это там не наркотики там не водка там не курева вот очень хорошее полезное увлечение у человека появляется новый круг знакомства новые друзья плюс значит человек может настроить компьютер так как ему нравится но android он вообще-то идет конечно на на мобильниках но в принципе да но тут тоже значит опять таки нужно себе четко абсолютно поставить задачи которые вам нужны вот у меня тоже есть старенький там android alcatel и у него очень плохая видео ну просто камера плохая там буквально там два мегапикселя а так в том то и дело а дело в том что у меня по ходу дела мне часто нужно бывает допустим делать снимки я не скажу что там очень высокого качества но допустим вот где-нибудь там под 5 под 8 мегапикселей камера мне бы вполне пригодилась я у меня у меня губа сильно низко не отодвинута я вам говорю что вот лично по мне я сейчас себе подыскиваю android значит ну чтобы ну первая камера была там день там ну на 8 там на 12 мегапикселей да 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 даже в принципе мне и 6 хватит ну ну да 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 Ну, у меня очень утилитарная задача, могу еще проще сказать. Допустим, на автобусной остановке сфотографировать просто четко расписание работы автобусов. Ну, вот у меня мой старенький, как говорится, алкотель, он это не позволяет. Получается, снимки получаются размытые, потому что там камера буквально на 2-3 мегапикселя. А, значит, на 6-8 было бы для меня достаточно. И чтобы там можно было поставить приложение типа по Skype, Viber и WhatsApp. WhatsApp, чем хорош, по нему сразу можно эти снимочки друг к дружке отсылать. Вот и все. И вот ради вот этой штуковины сейчас придется подыскивать себе новый мобильный телефончик, чтобы там камера была немножечко помощнее. Рекомендую Xiaomi, вот это, обратите внимание. Во-первых, он позволяет делать макросъемки хорошие, замечательные. А во-вторых, нет, он не тот, который у меня, Редмитрия, это уже слабо вас. А вот новые, Редмитрия 4, да, и далее, да. Ой, замечательные. Ну, вы мне в это самое, в сообщение по Skype скиньте полностью его название, я посмотрю там, как у нас там его можно приобрести. Да, цена у него очень интересная. Ну, если не дорого, так и хорошо, а чего же. Ну, правильнее, то, что если выписывать из Китая непосредственно, ну, примерно раза в два не все, на чем у нас продается. Ну, скиньте мне название модели, а я посмотрю это самое, погляжу, потому что это мне уже. Ну, говорить это бесполезно, вы мне просто в сообщении напишите, скиньте просто название и марку вашей модели. А я уже... Ну, ничего страшного, ну, в общем, напишите мне название модели, я поищу, посмотрю, что это за модель, и если она мне подходит, так я, так сказать, ее и приобрету. Очень интересно, между прочим, мне так понравилось, цена такая доступная, ну, там есть свои недостатки, он, во-первых, неразборный этот аккумулятор не вынимает. А, вот это плохо. А долго держит аккумулятор? А? Аккумулятор долго держит? Четыре он держится, нормально. Это вам на сколько, на день, на два хватает? На три мне хватает, хотя, между прочим, вы знаете, лазерники. А что же они так сделали-то, его неразборным? Вот тоже мне, друзья. Нет, ну, это та, это, которая модель, это еще, там у них много, вот это надо поинтересоваться, вот это, Xiaomi, вот это. Ну, пришлите, я посмотрю, потому что дело такое, может, что-нибудь там себе и найду. Ну, я обычно, я всегда заказываю, как говорится, я в Англии живу, я заказываю на Амазоне. Ну, примерно там раза в два дешевле, чем у нас в магазине. Ну, просто модель, пришлите, я посмотрю, потому что у нас Амазон работает хорошо. Да я сейчас попробую, если она там найдет, вот это вот, как его... Да я вас не подгоняю, не тороплю, но время будет, напишите, скиньте, а я прочитаю и поищу. Ну, по крайней мере, прошел год, и вы, как говорится, вот общением с Линуксом, вы, как говорится, довольны, вам это дело нравится. Я, между прочим, с Линды ушел, я снял просто этот жесткий диск этот, снял, поставил новый, записал в Линукс, Линукс, Минсона, Монод, это вот, 17.2. Ну, золотую сборку, да. Да, очень хорошая сборка, со своими приколами, правда, ну, ладно, это мы разберемся. Я еще хотел попробовать, не знаю, вот это, РБМ, попробовать. Ну, а кто вам мешает? Ну, выделили отдельный раздел, там, гигабайт на 30, на 50, записали на него эту сборочку, и гоняете ее, говорится, в хвостную гриву, и настраиваете под себя. Пробую, пробую. Вы понимаете, вот, чем Линукс-то и хорош, что тут нет вот такой вот привязки, там, ты вот пользователь Windows, XP, значит, поддержка кончилась, гуляй Ваня, ешь опилки, я начальник лесопилки. Вот. А здесь ты можешь, во-первых, среди этого многообразия подобрать именно то, что под твое железо нормально идет, и что на твоем железо нормально шевелится, и программы поставить, которые тебе нужны. Да, железо-то не очень, я вот это хотел обновить, это железо, ну, не знаю, если взять, и как, и... Ну, посмотрите, иногда говорят, что бывает проще взять новое, чем перестраивать старое. Ну, а поглядите... Вот, 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 поэтому я и задумался, но дело в том, что что брать, и что у нас-то с Виндой все продается, вот, ну... Ну, да я как-то и не запариваюсь, я просто Виндой могу начисто снести, да и все. Да, а будет ли оно с разместима с Миндой? А вы зайдите на главный сайт Линукс Минта, и у них там в рекламных роликах... А, с разместима, да? Нет, они продают, значит, эти самые ноутбуки, на которых уже установлен Линукс Минт. Сейчас я вам попробую даже ссылочку прислать, дайте ко мне секундочку. Просто можете от производителя, как говорится, ну, что... Так, сейчас дайте мне глянуть, софтвэр, вот, Линукс Минт, я открываю вкладочку. А, уж точно, с вами Финнер будет, да? Да, и вот у них где-то там по сайту поползайте, и у них там, я помню, как-то была реклама, что они прямо даже продавали эти самые компьютеры. Так, дайте-ка мне поглядеть. Ещё хвалят OpenSUSE, потому что вообще похвалят. Ну, на любителей. В OpenSUSE я не нашёл такой надёжной программы, как SystemBug, которая позволяет делать резервные копии, и которая позволяет с людьми... А, копия четыре. Что, что? А, копия четыре, да, да. Но она, она ведь делает что? Она делает только копию раздела. А, вот. Вот. И поэтому, практически, вы сделаете там копию, выложите, допустим, даже её в сеть, но это кому-то уйдёт уже со всеми вашими настройками, с вашими паролями и так далее. Ой, да это не знаю. Вы, конечно, можете сделать на отдельном разделе, значит, SUSI, но не заходите, допустим, в этот самый Google Chrome, там, или в Mozilla, и не проставляйте там свои пароли. А просто вот установили программу, там, работайте, можете открыть там Google Chrome, можете открыть Mozilla, но не заходите, не регистрируйтесь. То же самое, там, и с Mega, и с Dropbox, там, и со Skype, со всеми теми программами, которые, значит, просят пароли, а вы его не вводите. И вот тогда вы можете сделать QT4 или QT5, копию, значит, раздела, выложить его там на кладовочке, люди смогут скачивать, но они, как говорится, до ваших там паролей не доберутся. Это, это, пожалуйста, это ради Бога, можете делать. Ну, мне в этом плане, конечно, SystemBank больше нравится, потому что тут можно все там и поднастроить, и сделать, и погонять на виртуалке, как все это дело выглядит. Вот, и люди довольны. Ну, понимаете, о чем я говорю. Вот, а, значит, на главном сайте я вам рекомендую, значит, порыскать. В свое время там я видел какую-то у них там рекламку, которая, значит, просто была фотография, значит... Ой, как бы это, все это дело... Ну, короче, была фотография... Ноутбука, на котором, значит, было написано, допустим, там, Linux Mint Cinnamon... И, значит, просто можно было сделать, скажем так... Ой... Ну, просто можно было купить этот конкретно ноутбук, на котором установлен практически вот только-только, значит, Linux Mint. И все. Ну, смотрите, ну, дело тут такое, что, скажем, на любителя. Вот. У меня, в принципе, вот я считаю, что, ну, у меня компьютер средней руки. То есть у меня там 4 ядрышка, значит, Intel, iCore, по-моему, ядрышки 5, 4 гига там на винте оперативки. И 1 терабайт, значит, на жестком диске. То есть ни SSD у меня нету, там ничего. У меня, значит, единственный прикол, с которым я столкнулся на Lenovo... 17.2 работает нормально. Ставишь сборку 18 и включаю режим слайд-шоу. И включаю запись экрана, начинает моргать. У меня, кстати, с этим слайд-шоу тоже проблемы были на 17.2, ну, вот так вот. Нет, у меня на 17.2, скажем так, не было. Не было. Ну, понимаете-то как, ну, как говорится, вот, когда знаешь основу, знаешь, как покопаться, где там что поднастроить, когда все поднастроишь, у тебя все работает как часики, как говорится. Ну, тут и проблем нет. А когда после 60 особенно начинаешь осваивать... Вы знаете, я вам так скажу, вот у людей, у всех какой-то есть психологический тормоз, что если, допустим, человек там или уже вышел на пенсию, или там старше 40, то ему, значит, уже там ничего нового в голову не войдет. Ну, так вы сами же всю эту чепуху и опровергли. То есть, весьма, скажем, на зрелом возрасте вы взяли и спокойно, как и говорится, как нечего делать, освоили Linux. Ну, ну, ну и что в этом, скажем так? Не очень просто, не очень просто. Ну, по крайней мере, значит, я никогда от помощи никому не отказывал. Специальный сайт сделал на эту тему, где все по полочкам разложено. Видеоуроки выпускаю. Да, вот чего спасибо, так это да. Вот на любое прощение, пожалуйста, получаешь ответ, это вам спасибо вообще. И не только ведь от меня, а ведь под видеороликами вставляет свои комментарии очень много людей. Вообще, я рад очень даже. Да, и там человек, допустим, вроде бы спрашивает у меня, а я, допустим, даже еще и не додумал там, как ответить, а бах, уже появляется, под видеороликом, ответ от другого пользователя, который с этой проблемой сталкивался, эту проблему решил. Да, который подсказывает. Да, и очень хорошо. Поэтому, понимаете, ну, я в Венде никогда такого не видел. Вот именно, что помощь от сообщества. Да, потому что, ну, я не знаю, ну, мне, по крайней мере, это дело нравится. Вот, и тем, что у них и поддержка хорошая. И это не зависит от операционной системы. Там, на Arch Linux вы сидите там, на Сусике. Ну, везде хорошие, развитые и продвинутые сообщества. Потом, значит, у них есть вот такое понятие, репозитории. Это, скажем так, источники, где у них находятся там все их там программы и так далее. И уж за источниками, они, как говорится, глаз держат, ой-ой-ой, никакой дряни не дадут туда попасть. Поэтому, если у вас там источники все стоят официальные, то вы можете в очень большой степени вероятности быть гарантированы, что никакой вирус к вам там не залезет. Вот. А если только... Вирусах, елки-палки, все-то начало тормозить система, и надо, наверное, чем-то сканировать. А нет ли у вас этого сообщения, то есть, вернее, как это, сопоставление линдовых вот этих, ну, скажем, доктор Веркурейт это и... Ну, у меня на Линуксе вообще никакие антивирусные программы не стоят, потому что за ненадобность. Вообще нет. Я даже этим не запарюсь. Я просто смотрю, какая, допустим, у меня скорость, как открываются программы, потом вот этот мой гаджет Комки мне всегда показывает. Ну, кажется, у меня тормозит, я хотел бы проверить. А типа такие, как доктор Веркурейт, или Мавары Байкер, или Мавары. Ну, зайдите в этот самый, в поисковую строку и наберите антивирусные программы для Линукс. Если там что-то найдете, поставьте и проверьте у себя. Это же просто делается. Ну, ладно, Виктор. Много лет занимается, если я в этом году занялся. Ну, тем не менее, вы уже, как говорится, очень хорошо продвинулись вперед. Да, привет, если я только пять лет назад занялся на Винде, четыре года просидел, вот это вот на Линдске. И возвращаться на Линдске, в общем-то, у меня... нет желания. Абсолютно. Вы понимаете, вот я держу, значит, под парами один раздел, где у меня установлена десятка, и только, знаете, из-за одной программы. Из-за программы для записи на флешки, называется эта программа Юми. Она позволяет создавать флешки, на которые можно записать сразу несколько операционных систем. Потому что у меня есть программа, значит, на Линдске мультизагрузочная флешка, но она в Windows-овские сборки себе не ставит. А Юмик он ставит. И вот мне из этой программы, из-за несчастной, из-за крошечной, которая занимает, я не знаю, там, 15-20, может быть, мегабайт, приходится держать целый раздел, значит, на Линдске, чтобы сделать свои, там, эти, загрузочные мастер-флешки, на которых у меня установлены, установлены обычные, я ставлю загрузочный диск от Сергея Стрельца, там у него десятка установленная со всеми программами, и ставлю, допустим, там, пару Линукса. Так она у меня не пошла десятка. Так она не пошла. Ну, вот понимаете как? Попытался перейти на десятку, так она не пошла. Да ну их в баню, с этими вечными их там воплями, просьбами, я... Не, так она вообще, она вот, как это, ну, так обгрейд, да, она не пошла им сюда. Ну, я ее практически и не кручу, я говорю, что если я на десятку заскакиваю, там, раз в месяц, или раз в два месяца, это хорошо. Да, как у вас там, перезабгрейд или как? Ой, да я уже не помню, когда я на ней последний раз был. Я помню, что я на ней был последний раз, когда я делал мультизагрузочную флешку. Устанавка как была? Да, это было... Ой, да бог ее, я уже не помню. Вот. Ну, короче, я помню, что... Потому что у меня не пошла вообще она. И вот сутки просидел за тем дизором, не смог ее насыщить, снес к чертовой матери и все. А потом на 7 минуту убрал, ты убрал. И новый винчестер купил, поставил и поставил мимо. Все. Она. Ну, в принципе, тоже хорошее решение. Почему? Ну, потому что, ну что, ну вы знаете, что, как настроить, как, что работает. Конечно. То есть вы себя ощущаете не каким-то там винтиком, а именно, ну, сказать, полноправным хозяином своего железа. Ага. Полноправным. Или он, ну, я командую. Ну, в основном на Linux, конечно, командует пользователь. Потому что... Ну, не знаю. По крайней мере, как говорится, у меня с ним хорошее отношение. с моим Linux. Потому что все мои программы, которые мне нужны, у меня стоят, работают, как полагается. У меня к нему претензий особых нет. И ухода он за собой особого не требует. Ну, не знаю. Я такой странный человек. Мне вот такие слова попробуют. Это попробуют. Это попробуют. Ну, вы понимаете, это же очень просто делается. Вы загружаете на отдельный раздел диска, допустим, золотую сборку. И ее не трогаете. А, вот, правильно. Делаете другой раздел жесткого диска, там, на 30, там, на 50 гигабайт. Туда устанавливаете, как на полигон, любую сборку, которую вы хотите там покрутить, покурочить. И делаете там, что вам, душеньки, угодно. Потому что раздел жесткого диска, это не виртуальная коробочка. На виртуальной коробочке все равно всего там не усмотришь. А вот когда... Я попытался объединять это, раздел хоум. И получилось такая... Нет, нет. Вы делаете для полигона просто отдельный раздел жесткого диска, там, на 30, на 50 гигабайт. И там уже не делаете хоум раздел и так далее. А все просто валите в один раздел. И тогда у вас будет ваш основной Linux Mint стоять, файл подкачки будет, раздел хоум ваш будет оставаться. А на отдельном разделе, куда вы открываете, на полигончике на вашем, а там вы, как говорится, ну что вам, 50 гигабайт не хватит, чтобы покрутить сборку и составить о ней общее представление? Дело не в том. Дело в том, что-то начал ставить Linux Lite, поставил, у меня слетел полностью Linux Mint в Xenomon, вот, осталось буквально чистый дистрибутив. А все мои настройки, все куда-то улетели, я даже и не могу их найти. Ну, я обычно что делаю? Я всегда делаю, значит, SystemBuck'ом копию своего Linux Mint Xenomon на золотую сборку. Я делаю еще и на внешнем жестком диске. Ну, я восстановился. Восстановился, пошел в меню загрузки, в меню загрузки выставил, чтобы грузился и Linux Mint Xenomon, и Linux Lite, и все у вас будет работать. А я бы, наверное, улетела, вот, вот, не знаю. Ну, для того, вам и дан отдельный раздел для экспериментов и опытов, чтобы вы там могли, как говорится, от души порезвиться и попробовать и перепробовать все, что вам нравится. Ну, ты пробуешь, ты все нервы, ее выписал? Причем, у меня был один видеоурок, посвященный, значит, созданию флешки, значит, на которой установлен поисковик операционных систем. А, кстати, я что-то с ним вот так работаю. Ну, вот, пересмотрите еще раз, потому что штучка эта хорошая, и если вот такая вот какая-нибудь оказия случается, то при помощи поисковика операционных систем зашли... А, у меня работает, только я не понимаю, как, вот, беда. Ну, пересмотрите еще раз видеоролики по этому поводу. по-боже. Конечно. Вот. она работает, а вот так, она, если бы не будет, в любом случае, я рад, что у вас появилось очень хорошее увлечение линуксом, которое приносит вам, скажем так, удовольствие. Если вы не будете против, то я, может быть, и видеоролик на эту тему подкину людям, чтобы узнали общее мнение пользователя о линуксах в сравнении с виндой. Как вы на этот счет? Я даже, если будет возможность, буду вам иногда это, если можно, буду позвонить и делиться, да? Ну, почему бы и нет? Звоните и делитесь. Просто, понимаете, ведь вы позвонили, у вас какая-то конкретная проблема. поделиться это особо немецким будет кандидат. вы можете по линуксу найти массу, как говорится, друзей и знакомых. Но дело-то вдруг... Друзья есть, такого есть, начинать звонить ему некогда. Но я не могу, я сразу встречаюсь, вы извините. Ну, естественно, не всегда люди бывают свободные. Ну, в любом случае, допустим, на том же форуме, на сайте, всегда можно задать вопрос. И, может быть, не сразу, но вам все-таки постараются там ответить. Хороший форум, хороший сайт, мне очень даже нравится. Да, пожалуйста, для того все сделано, чтобы у людей было общение, чтобы им не нужно было там искать там, там, где, там, что. Зашел на форум, посмотрел сообщение, может быть, эта тема уже обсуждалась, там почитал, что-то непонятно, спросил. Новая тема, значит, создал новую тему, спросил, там, помогите люди, кто что знает. Вот в чем дело. А вообще по себе, ну, дело это очень, скажем так, увлекательное, и многим это дело нравится. Ну, многие, значит, практически полностью перескатили на Linux. Я, честно говоря, я никогда винду там особенно не критиковал, я сторонник такого подхода, что, да ради бога, хоть держите хоть там три, хоть пять операционных систем на своем компьютере, я не против. Все там говорить, Меня больше всего удивляет то, что мне сейчас вот приходит вот, запрос, вот, прошу друзья, значит, одноклассниках, я никогда не думал, что этот человек вообще компьютером не интересуется, нифига себе он просит в друзья, одноклассниках, друзья свои. Ну вот видите, никогда не знаешь, как говорится, сколько может появиться людей, которые интересуются там и Linux, и разными другими проблемами. все, меня это удивило, я так обалдел, и уже не первый раз, вот такая ерунда, ну правда я уже, да, уже где-то лет пять, лет пять лет уже, как это, но из них четыре года на меня, это уже на Linux перешел, и мне не нужно сказать так. Ну вот у меня на сайте значит есть один очень хороший автор, вот хочу вам еще раз его порекламировать. Для обделки что ли? Нет, Лёва, он не очень-то любит ролики выпускать, но вот которые с ним я сделал, ну Лёва просто умница. А у меня на сайте значит есть вот раздел авторские видео. И вот в этом авторских видео есть вот такой автор Юрий Шатохин Россия Новосибирск. Замечательнейший автор, и он ведь очень практически долгое время сидел, да он и сидит на винде. Но человек, понимаете как, вот он не зашоренный, он не побоялся попробовать Линукс, он сделал значит несколько видеороликов по Линуксу, и поскольку ну человек-то просто, как говорится, грамотный, и ручки-то у него вставлены оттуда, откуда нужно, вот, так и проблем-то нет. Очень делает хорошие ролики, и у него очень много подписчиков, в 10 раз больше, чем у меня. Ну, по крайней мере, вот, ну понимаете, что самые, самые разные люди, как говорится, бывают. я хочу сказать это, зашел как-то на его сайт, наводил кто-то вирус, по-велки-палки, ну это, наверное, моя опция. ну я не знаю, но дело в том, что он какое-то время, даже мне писал, что вроде бы и сайт он свой вроде бы так закрывает, потому что что-то у него там какие-то проблемы были. А, вот эти проблемы, кстати, я потом Малвара Байса с этим проверил, у меня вида было, да? 96, 98 этих, 98 вот поязвимостей, я и вообще... Я вам одно могу сказать, что, понимаете, как, если что-то и было, то лично, допустим, лично сам автор, лично Шатохин, я думаю, он этого не делал, а вот умельцы, которые любят делать всякие гадости, вот ему могли так подсиропить. Вот я сейчас читаю описание, и он практически, ну вот у него сайт есть, мой сайт простой ключ, но дело в том, что, допустим, его сайт я могу смотреть у себя на линуксе, ко мне эта дрянь, как говорится, не прилипает, сами понимаете, почему, потому что... на линуксе, она не прилипает, да не прилипает вообще. Я ей оболбил. Вот. Ну, одно могу сказать, что автор он очень хороший, и видеоролики делает он... хороший, нормальный, такой, грамотный автор. Так что вот пользуюсь, как говорится, возможностью порекламировать, но он и без того, как говорится, хорошо известен. То есть вот понимаете как, всегда, когда по какой-то теме чем-то там занимаешься, всегда возникает уже у тебя, скажем так, список своих каких-то там источников, где вы там что-то там уже надежные. Так что я вот скажем, могу безо всякого уже его так рекомендовать людям. Вот таким вот образом. Это знакомое. Ну, ладно. Значит, я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего самого наилучшего. И вас сегодня. Да. Так что, Виктор, ждите видеоролик и будет там интервью с вами. Ладно это здоровье. Спасибо. Ого. Ладно.